16 апреля 2018 года Вы, конечно, знаете, что наши актёры, актрисы, причём самые-самые звучные имена, они зачастую связаны с криминальной мафией. Потому что мафия – это деньги, мафия платит много, и за счёт мафии они поднимались ввысь. У нас много таких актёров, которые поднимаются именно на мафиозных деньгах. Поют, может быть, они неплохо, и всё хорошо, однако же кормят, и кормятся они из рук мафии. И вот одну такую статью я встретила. Я не интересуюсь актёрами, меня они не интересуют, меня интересует связка криминала и культуры, которая сегодня происходит. Она не сегодня началась. И когда-то же она должна закончиться, криминальная связь. Не могут у нас все актёры и актрисы, особенно все певцы, а певцы – это то, что любит мафия, они не могут все оставаться до конца всё-таки вот такими известными и любимцами, что ли, народа. Хотя народы, по большому счёту, всё равно по барабану любят они. Я вот, допустим, и не знаю таких особенно певцов, однако же именно слуху я вам прочитаю. Некоторые вещи нужно читать и смотреть, потому что, видите, то, что неизвестно нам, нашему читателю, то, что скрывается от нашего читателя, это не значит, что на Западе об этом неизвестно. Там вообще под микроскопом смотрят многих из тех, кто выезжает из страны, особенно из тех, кто приезжает к ним. Поэтому скрыться, скажем, от многих западных служб невозможно. Невозможно скрыть своё прошлое. В России это возможно, это легко в России скрыть своё прошлое. А на Западе об этом знают больше, чем мы. Вот поэтому сегодня и закрыли телеграмм, чтобы вы меньше знали. Итак, я вам почитаю, что подозреваемого в связях с «братским кругом» в кавычках, певца, это в кавычках «братский круг», вероятно, это какая-то организация, певца Григория Лепса не пустили в Лондон. И вот как здесь сказано, что популярному российскому певцу Григорию Лепсу отказали в получении визы в Великобританию без объяснения причин. Об этом сам Лепс, а настоящая фамилия Лепс Веридзе, рассказал на музыкальном фестивале «Жара в Баку», сообщает РТ. По словам певца, его документы рассматривали 120 дней и в итоге завернули без объяснения причин. Напомним, что в 2013 году по подозрению в связях с криминалом власти США вынесли Григория Лепса в список участников Евразийского преступного синдиката «братский круг». Ну, видите, таких людей, как певец этот, можно использовать и посыльным, как вы понимаете. Поэтому, может быть, и не дают ему въезд. Видите, в США отказали, сейчас в Лондон отказали. По данным Федерального казначейства США, в преступном сообществе Лепс выполнял функции курьера и работал на вора в законе Владислава Леонтьева «Белый». Хотя, по словам другого фигуранта санкционного списка «братского круга», столичного адвоката Вадима Лялина, Лепс связан с Леонтьевым только дружескими отношениями. Сам Григорий Лепс дружбу со многими влиятельными представителями преступного мира никогда не скрывал, многочисленные фото снимки Лепса с криминальными авторитетами и ворами в законе можно легко обнаружить в сети. Стоит отметить, что в новой редакции списка, связанных с криминалом россиян, опубликованном властями США в декабре 2017 года, имена Лепса и Лялина отсутствуют. Вместо них и еще двух человек киргизского гангстера Алмамбета Анапияева и российского предпринимателя Артура Бадаляна в новую редакцию списка попали воры в законе Юрий Пичугин, Пичуга, и Владимир Тюрин, Тюрик, а также авторитетные российские бизнесмены Алимжан Тохтакхунов, этот тайванщик, и Рубен Татулян Робсон. Но видите, я не знаю этой темы про воров и воров в законе. Я просто хотела обратить ваше внимание, что наша культура, наши певцы, они не так уж талантливы, чтобы владеть вниманием общей массы населения. Но, однако же, россияне любят этих певцов. И здесь вот как раз статья очень такая знаменательная о том, что многие эти певцы, они становятся популярными только за счет раскрутки и денег таких вот криминальных структур. То есть воровских криминальных структур, которые поддерживают своих людей. И через них, как вы видите, его обвинили в том, что он является курьером. Но это естественно. Он же актер. Он может легко ездить из страны в страну. И его багаж не слишком ведь проверяется, потому что он артист. Он везет с собой декорации, музыкальные инструменты. И курьер еще бывает ведь и устный, потому что не всю информацию доверишь. Не только ведь перевозить что-то нужно из страны в страну, да? Найдутся и другие, кто могут перевезти. Однако же устный бывает курьер дороже, нежели вот такой, который тащит что-то в чемодане. И вот Григорий Лепс вполне возможно, видите, служил как раз таким курьером. Очень жаль, конечно, что наша культура работает на мафиозные структуры. Хотя без мафиозных структур, без их денег, такие вот не слишком талантливые парни вряд ли могли бы подняться. А у нас таких певцов огромное количество, как вы знаете, на всей нашей сцене. В основном те, кого поддерживает мафиозная структура, криминальная структура. А мы хотим жить хорошо и весело. Мы хотим жить спокойно. Мы хотим и говорим о чистоте и душе русского народа. Вот она, в криминале, вся душа русского народа. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Таня Карацуба, Сиитбургхан. Таня Карацуба, Сиитбургхан. Таня Карацуба, Сиитбургхан.